всем привет друзья меня наверное сегодня привело сюда на кладбище на городское английское вот именно эта история что завтра у нас похороны принца филиппа я вот гуляю здесь по английскому кладбищу она конечно же открытая хоть и есть бывают вот такие вот встречаются огромные деревья видите но их не так и много и в основном английские кладбища они просматриваются хорошо они открытые ну и потом это кладбище она находится сейчас уже практически в центре города а я вот вспомнила как однажды меня занесла нелегкая на кладбище в новочеркасске у нас тоже там есть старинное городское кладбище но сейчас оно получается тоже не в самом центре города конечно но практически уже в городе есть еще несколько новых кладбищ конечно же но в основном мои все бабушки и дедушки они похоронены вот на старом этом новочеркасском кладбище и вы наверное представляете себе и знаете какие бывают у нас особенно там на юге кладбище это просто вот такие вот огромные парки такие массивы парковая зона как бы да в центре конечно же с церквушкой маленькой где отпевали покойников ну и очень сильно заросшие кладбище все заросшие там конечно вот такого просмотра как здесь я показываю на английском кладбище там такого нет там идешь просто по тропиночкам и все сплошь заросло либо кустарником либо деревьями ну и потом у нас например в новочеркасском кладбище там оно настолько старое что сохранились даже старинные семейные склепы которые конечно же потом поломали разграбили и остались такие зияющие дыры в которые долгое-долгое время сбрасывают все эти старые венки старые какие-то надгробные украшения в общем просто какой-то кустарник траву и вот такие вот тоже огромная куча вот этого мусора и высятся то там то здесь и тем не менее так как я любила гулять по кладбищам и люблю и сейчас уже говорила вам такую странность которая у меня есть так вот я помню моя дочка еще была совсем малюсенькая даша обычная лето всегда старалась привести свою дочку на солнышко на овощи на фрукты с этого севера я везла ребенка на юг конечно же конечно же к своей маме к дашиной бабушке и как-то получилось так что мы только приехали и даша моя заболела какую-то подцепила инфекцию не дизентерия но что-то похожее я такая паникерша я сразу вызвала скорую помощь скорая помощь приехала они посмотрели и сказали да температурка есть небольшая ну давайте чтобы не волноваться мы ее в детскую больницу и увезли ее в детскую больницу ну и я конечно же с ней остаться там не могла а даже тогда было на тот момент полтора годика совсем маленькая я приходила навещала дашу каждый день оставалась там с ней так долго как возможно и потом вечером уже уходила кормила там ее ну в общем всех как положено и я смотрю что она у меня что-то такая бледненькая что-то какая-то такая хиленькая ничего ей не помогает какие-то там уколы ей колят есть стало по моему даже хуже но это другая история я просто что хочу сказать я решила думаю погуляю кая на улице май погода шикарная и я решила погулять с дочкой на солнышке пусть она подышит свежим воздухом получит солнечные какие-то ванны витамин d солнышко ну и я ее взяла на ручки и пошла пошла вышла а почему-то я не знаю как других городах но вот например на черкасске странным образом больница огромная городская детская при том она расположена просто вот так вот рядом с кладбищем то есть из палат видно тоже кладбище ну и конечно же думаю я не пойду куда-то с ней в город зачем пойду-ка я потихонечку по свежему воздуху погуляю кая по кладбищу да еще заодно и поищу могилу бабушки и деда своих почему я говорю поищу потому что я уже долгое время не жила дома и конечно же я забыла как и где расположены могилки моих бабушек дедушек тем более если учесть что бабушка моя одна умерла еще в шестьдесят шестом году когда мне было 11 лет то я только с сестрой могла найти дорогу к вот этим вот значит могилам ну а тут я решила есть у меня время я примерно помню как там идти и я пошла иду будний день середина дня все в основном на работе людей абсолютно никого как вы понимаете ну знаете на кладбище ходят либо выходные но если я имею ввиду какое-то большое количество людей а так то в принципе на кладбище не так уж много и людей вот впрочем как и здесь тоже видите но здесь то ладно закрытое кладбище нечего ровнять но у нас оно было тоже уже практически закрыто это кладбище городское там только подхоранивали и вот я и цепают солнышко светит тишина так замечательно иду с ребенком на руках даша у меня даже немножко задремала положила головку на плечо легенькая как пушиночка мне ее нести совсем не тяжело иду я смотрю по сторонам как бы не пропустить мне вот эти могилы и вы знаете зашла я уже довольно далеко ну сворачивала там с центральной дороги нам на более маленькую дорожку потом еще потом уже пошла по тропиночке иду никто мне наверное где-то в течение получаса я уже иду бреду зашла в самую глубь этого кладбища никто мне практически не встретился и мне как-то было абсолютно не страшно и вдруг прохожу я мимо там какой-то оградки и вдруг там поднимается женщина она стояла знаете в буквозю и там рвала траву пропалывала все эти могилки наводила порядок что-то подкапывала и я ее не видела она наклоненная была и тут она вдруг поднимается и значит говорит ой как вы меня напугали боже мой я так испугалась кто-то идет слава богу это женщина все-таки да еще с ребенком как вы меня напугали я говорю так хочу я вас так сильно напугала то что вы так боитесь она говорит а ты милая а женщине ну где-то наверное лет за 50 вот так она мне говорит а ты милая моя ты не боишься одна по кладбищу да еще с ребенком а мне на тот момент было 29 лет такая молодуха скажем так да вот и представляете вот она мне это говорит ты не боишься у нас ведь тут бывает боже такие случаи на кладбище и насилуют и убивают и черт что его знает только не делают такие страсти как ты не боишься но вы знаете я пока шла на самом деле я и не боялась и я такая и говорю да я не я не боюсь хочу тут бояться нету никого она говорит господи а я только озираюсь по сторонам думаю скорее бы мне тут доделать это все и по и бегу я скорее домой больше одна никогда я сюда не ногой так страшно представляете и вот это вот после того как она мне вот это сказала мне так стало страшно я думаю боже мой куда я и правда забрела да еще с ребенком вообще не мобильника у меня ничего какие там мобильники тогда еще этого ничего не было в помине и я одна действительно мало ли что господи вы знаете я так испугалась я схватила схватила покрепче дашу я развернулась на 180 градусов как я ломанулась бежать в общем бежала я без оглядки оттуда скорее 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 конечно же никто мне не попался и не встретился слава богу на моё счастье тогда но я потом сколько бежала но я еще обратно то минут двадцать наверно бежала я все причитала и говорила боже какая же я глупая какая же я дура дай бог мне выбраться отсюда зачем же я действительно сюда пришла с ребенком то да еще при том никто же и знать не знает вот я не дай бог пропаду и с дашей вместе и дашу погублю невинного ребенка и сама погибну и вот даже никто не будет знать где меня искать потому что я пошла в больницу к ребенку и куда и что никто же наверно не додумается что я сообразила пойти на кладбище так вот для меня тогда эта история она закончилась вполне себе нормально я смогла прибежать обратно в палату и остаться как говорится живой и здоровой и я и моя дочка малая маленькая но вы не поверите что буквально где-то через несколько дней в том на том же самом кладбище нашли изнасилованную и убитую женщину но при том что ее нашли случайно она была сброшена там в яму и даже закидано кустами там какой-то щебенкой и ее бы может быть еще и сто лет не нашли но просто как обычно там дети ползали что-то искали и случайно наткнулись так что когда она была убита до того как я там бродила или уже после того я конечно не знаю но меня помню еще в очередной раз потрясла эта история что я-то в общем получается было на волосок от гибели я об этом то что я ходила долго долго никому не рассказывала своих родственников и только уже спустя какое-то время я осозналась что вот так и так что однажды я гуляла там с маленькой дашей по кладбищу как раз практически в то же самое время когда там нашли убитую женщину походила показывала вам красивые могилы и вы видите что много могил вот таких за которыми ухаживают но это вообще молодая могила видите 2017 год похоронен мужчина и женщина в 2005 я показывала уже вам вот эти вот книги такие памятники книгами и многие сказали надо же мы вот никогда не видели вот такие памятники надгробные плиты в виде книг а здесь обратите внимание я вам показываю очень много вот таких вот вот там вдалеке видите все наклоненные эти плиты это все как раз надгробные плиты в виде книг здесь такие надгробные плиты наоборот распространены и часто встречаются всякие разные из камня из гранита из мрамора в разные годы поставлены но самые распространенные памятники вот такие вот доски доски плиты надгробия если посмотрим дальше английское кладбище состоит в основном из вот таких вот надгробных досок чаще всего эти доски простые обычные гладкие камни ну вот иногда встречаются доски и такие видите сделано как бы уже барельефом два ангела справа и слева и такой свиток с надписью бывает на старых кладбищах по каким-то естественным причинам рушится падает вот здесь видите крест с этого вот постамента надгробного упал ну и его просто здесь рядом положили очень часто такое встречается вот здесь сразу несколько таких надгробий с упавшими крестами здесь вандализма конечно нет и никогда никто это никуда не забирает камни не воруют здесь это вообще даже страшно представить наверное людям вот еще один я вам показала упавший крест и вот еще сразу два разрушенных памятника вы знаете но то что они ставят тут эти кресты рядом если они обвалились это конечно хорошо что не теряется вот мне странно скорее всего что уже люди которые ухаживали за этими могилами они уже наверное и сами-то поумирали ну вот я не знаю как здесь это все происходит но это кладбище это городское центральное кладбище и по идее здесь специально люди ухаживают за всеми этими могилами почему не ставят на место эти кресты не восстанавливают памятники я не понимаю большинство могил конечно запущены очень старые понятно что некому ухаживать но есть вот и такие видите это цветы живые принесенные стоят здесь или вот очень красивая мраморная ваза и розы розы к сожалению уже завяли но они похоже недавно были принесены вот видите вот на эту вот могилу вот увидела такую могилу видите написано ребенок умер в трехмесячном возрасте в шестьдесят шестом году never forgot beloved son наш любимый сам сын никогда не забудем но меня что удивило что здесь трехмесячному ребенку ответе поставили такую гробницу как большому человеку и вот здесь почти такая же надгробная плита или как тут сказать ну вот такая же могила видите но здесь мемориал похоронены сразу трое здесь на этом кладбище также можно найти много могил надгробий известных каких-то серьезных людей вот видите здесь похоронен бишоп огромная гранитная плита с крестом вот похоже еще какая-то известная могила известная личность здесь табличка установлена позже почему я вам показываю эти надгробия потому что у меня есть несколько человек моих зрителей подписчиков которые очень интересуются старинными вот такими надписями надгробиями и просили меня показывать более четко вот эти надписи на могилах я даже по-моему сейчас вам если найду то покажу несколько таких надгробий я зашла на такую часть кладбища где очень много могилок совсем младенцев вот видите месячный младенец похоронен вот еще совсем малюсенький мальчик baby boy вот судя по фотографии видите я даже не вижу здесь сколько ему было месяцев вот еще одна могилка старая похоже с крестиком но растут теди мишка значит это ребенок похоронен и здесь еще в самом самом краю на самом краю этого кладбища вот я вижу новые свежие могилы 13 семнадцатый пятнадцатый пятнадцатый две тысячи восемнадцатый год вот совсем свежая могила еще даже без всяких надписей без всяких памятников похоже что только что похоронили вот двадцатый год похоронили свежие цветы стоят то есть получается что это старое городское кладбище и и оно все таки не закрыто для подхоронений потому что вот именно вот здесь ну практически видите у самой изгороди эти вот новые могилы вот 2018 год ну их видно что они новые 2016 это прах 2017 год 2018 год вы знаете почему я говорю что вот это вот это тело не кремированная а вот это плита под которой урна с прахом то есть человек кремирован я не знаю что по поводу вот этой вот надгробной плиты потому что я так вижу здесь два человека похоронены может быть это просто прах может быть это тело гроб не знаю я так далеко в угол этого кладбища не заходила и в общем то я удивляюсь и сама что здесь идут подхоронения такие свежие ну а на самом кладбище видите здесь уже только старые могилы редко редко можно встретить но не так и много не знаю почему конечно может быть кто-то находит место покупает его вот я не в курсе а вот эти надгробия называется кельтский крест тоже на английских кладбищах часто можно встретить вот такие надгробия кельтский крест вот такой сегодня у меня с вами небольшой экскурс по старинному городскому английскому кладбищу если кто-то хочет посмотреть более подробно более обширно и послушать как здесь англичане хоронят своих близких ссылочка наверху сейчас вам всплывет а я на этом с вами прощаюсь друзья всего вам доброго берегите себя пока пока